Сколько идет контраргумент? Смотрите мне, возьмите, купите книги, читайте. Никак не связана экономическая ситуация с патриотизмом и политикой. Повторяюсь, Шотландия, повторяюсь, Афганистан, повторяю, Ирак. Если бы все было так, как вы говорите, про зарплаты на заводах, про то, что вы говорите о том, что нам нужно как-то раздавать людям хлеб, то было бы все очень просто. Пришла Россия и сказала, ребята, пенсия 3 тысячи долларов. А в Крыму так и было. Стоп. Пришли бы завтра, американцы сказали, не 3 тысячи рублей, а 3 тысячи долларов. Все сказали, Америка. И так было бы в любой части мира. И так победила бы самая богатая страна, и на земле было бы одно государство. Но мы видим, что это не так. Нищий Афганистан 10 лет сражался за независимость от СССР. Шотландия сражалась 3 века. И умирала. Умирала. А вы говорите про зарплаты. И поэтому, когда вы пытаетесь сказать, пояснить, что вы знаете, это же люди. Это не вата. Это люди, которые, вы понимаете, они готовы, чтобы ваших детей раздавило танками, потому что они хотят новый двухстворчатый холодильник Самсунг, потому что у них всего лишь одностворчатый. То вы понимаете, что вы говорите? Вы пытаетесь оправдать людей, которые готовы продать за 30 серебряников дополнительных. Дополнительных. Дополнительных, повторяю, у нас от голода не умирают за жатву, за лишний кусок мяса, за лишний холодильник. То, что они презирают в Америке, якобы тому они бездушные люди. Так наше общество бездушно. Мы готовы продать страну, народ, десятки миллионов умерших наших предков, десятки миллионов уничтоженных, жесточайшей смертью, жесточайшей, немцы провисают просто. Сжечь в камере или расстрелять, это очень гуманная смерть. За то, что сейчас он будет получать не 3000 гривен, а 6000. Офигеть! Да заберите эти пять лет моей жизни, которые проживут дольше на пенсии за счет того, что я буду получать русские рубли. Но верните мне независимость. Верните мне вероятность того, что я сам решаю вопрос. Поэтому никогда не обосновывайте экономикой, идеологию и политику.